Ну, я думаю, что вот такая концентрация в августе разных событий, причем абсолютно разных, то дефолт, то, значит, наводнение, значит, боль, ну, то есть у меня нет других никаких версий, кроме того, что это вот некий такой человеческий фактор, вот такие как бы отпуска, расслабленность, распредмеченность, вот, и есть процессы, для которых вот этот календарь абсолютно не важен, да, то есть ты можешь быть в отпуске, ты можешь думать о чем угодно, а какие-то процессы, в том числе там в климате или в экономике, они происходят как бы сами собой. То есть я далек от того, чтобы строить какие-то такие гипотезы, там, рока, там, проклятия, вот. Но так получается, значит, мне кажется, что стихийные бедствия все-таки они не должны превращаться в трагедии, да, потому что вот я все-таки хочу сказать, что стихийные бедствия происходят везде, не только у нас, мы, если мы посмотрим, там, в Соединенные Штаты, там, постоянно происходит, как бы природа напоминает о себе. Ну, вот, жертв вроде бы нет, а у нас стихийные бедствия и жертвы. Ну, то есть зато за последнее время мы увидели, как появляется какое-то новое, ну, такое чисто человеческое движение взаимопомощи, вот эти волонтеры. То есть это такая ситуация, когда вне политики люди помогают тем, кто попал в беду, вот. И, может быть, это то, чего нам вообще не хватает. Может быть, если мы научимся помогать людям, попавшим в беду, может быть, это будет, как бы, вот, каким-то шагом к новому, более справедливому устройству нашей жизни.